Перевёл и озвучил Максим Ли при поддержке сайта half-life.su Разум Фримена, эпизод 54 Да, процентов на 95 уверен, что этот учёный не убивал себя ради того, чтобы украсить пол кровью и выставить всё это как новое веяние в искусстве. В инженерном отделе многие сошли с ума, но всё же, ах, хрен с ним. Если бы я каждый раз при виде друпов плавающих в крови отступался, думаю, был бы в большей безопасности, но точно не ближе к выходу отсюда. Так что... Твою же ж мать! Я не криминалист, но думаю, что в этом случае мы можем исключить кровь из носа. Хотя, ведь он мог чихнуть. Ну нет. Нет. Но я не вижу ни одной гильзы или пулевого отверстия. В чём же причина этого? Ниндзя! Ниндзя! Ну конечно, это же правило номер один! Это Сюрике Накамы. Когда ответ не очевиден, нельзя исключать ниндзя. Так, где они? Вот дрянь! Откуда они только берутся? Видите? Он свалился из ниоткуда. Я должен был быть готовым к этому. Но тут же я не могу ожидать этого. Ведь это ниндзя! Если я буду этого ожидать, они сделают по-другому. Ниндзя даже квантовую механику лучше понимают, чем люди. А именно этот вопрос был спорным в моей диссертации. Так, я что их всех убил? Ох, этого мне никогда не узнать. И наука тут не поможет. Вы никогда не докажете отсутствие ниндзя. А вот с присутствием иная ситуация. Видимо отсюда они пришли. Ха, если даже я могу сюда забраться. Что говорить о ниндзе? Это лишь доказывает, что то, что я вчера видел, было взаправду. Я думал, что видел ниндзя, но все же это казалось чем-то надуманным. А сейчас уже нет никаких сомнений. Мне нужно прекратить сомневаться в своей вменяемости. Ведь я, оказывается, во всем прав. Да ладно! Неужели я попал в него? Дерьмо! Пион хренов! Ха, ты думал, что я пойду другим путем, но я вернулся. Я не уверен, что те ниндзя, в которых я стрелял, реально мертвы. Может они просто притворяются. Ну, у них довольно хлипкая броня, чтобы противостоять дробовику. Разве что пистолету. Я не... Господи Иисусе! Я не могу быть еще осторожней! Ведь куда еще? Кстати, помню читал я о колумбийских наркобаронах, которые покупали себе особую тонкую пуленеприбиваемую одежду. Пойду другим путем. И я совсем не удивлюсь, если костюмы ниндзя примерно такие же. Знаете, я и не ахну, если сейчас вернусь и не найду ни одного тела. Так, этот первый. Где же остальные ниндзя? Вот второй. Возможно, я ошибаюсь, но они, кажется, носят очки ночного видения. Если бы я был ниндзя таким же, как они, я начал бы с того, что отключил бы свет. Ведь это логично, это было бы большим преимуществом. Но я не собираюсь учить их их собственной работе. Смерть будет им полезным опытом. Чувствую, именно моя поучающая речь меня и погубит. Но не сегодня, ибо сейчас я вооруженный рассержен. Хотя, может через год или десять. Но я почти уверен, что ниндзя найдут меня и попытаются убить. Для них это теперь дело чести. И это не удивительно, учитывая мой образ жизни. Навряд ли я буду первым, избежавшим их мести. Как звали того итальянца? Эторро Майорана. Блестящий физик-теоретик, друг Гейзенберга. Не был намного старше меня до того, как его убили. Ниндзя! Ты не ниндзя! Даже не старайся! Аааа! Черт возьми, ты своей смертью чуть не сделал меня глухим! Ох, чего ты тут ноешь? У тебя хоть шлем есть? Это дерьмо какое-то. Мы должны сбросить атомную бомбу сюда, как только я свалю. Чтоп тебя. Боже, я ослеп тут от пуль, Потому что каждый из вас, ублюдков, похож на перекачанного космического вышибалу. Мне начинает казаться, что ваш вид общается только посредством силовых упражнений. А это что за нахрен? Еще кто-то пытается меня пристрелить. Так вот вам. Ммм, черт. Досадный промах. Долбаные перила. Они еще тут? Ну, я разбудил их, по крайней мере. Нужно быть на расстоянии выстрела, пока они медитируют. Или... Я не знаю. Простите, мистер Фриммон, но мы не можем открыть эту дверь, пока не убедимся, что вы очистили территорию. Это ты! Последний вход в комплекс Лямбда. Остальные были запечатаны, чтобы остановить вторжение. Не помогло. Когда мы узнали, что вы можете это сделать, мы тянули спички, чтобы узнать, кто останется и поможет вам войти. Как видите, я вытащил короткую. Так и быть, я не улюю тебя. Мы ждут реактора комплекса. Я имею в виду, ждут вас. Что? Реактор сейчас заглушен, но вы можете активировать его, когда захотите. Нет. В любом случае, вам нужно затопить сердечник, чтобы попасть в лаборатории телепортации. Телепорт... Вам запрещено знать об этом. Но я вижу, вы уже знаете гораздо больше, чем предполагалось. Да, это уж точно. О каких нахрен телепортационных лабораториях ты говоришь? У нас что, есть уже место где-то изучают? Может, это оно? Нет. Ладно, во-первых, ваша сдерживающая политика не работает. Ведь они телепортируются. Нам надо валить! Духа, запишем. Эй, твоя штука сломана. Да, сам смотри в нее. Но серьезно, как вы собираетесь ограничить телепортации пришельцев? Закройте воздух? Или вы думаете, что, закрыв дверь, вы сразу в безопасности? И что за чушь ты городила реактор и его затопление? Все тут говорят так, будто я какой-то инструктаж пропустил. Гордон Хримен, вы, наконец, нашли нас. Ну да. Я тут изобрел одно оружие, но я не могу заставить себя использовать его против живых существ. Но у вас, похоже, нет такой проблемы. Да, эту кровь уже не стереть. Итак, что это такое? Прототип листодова? Не знаю, мужик, эта штука довольно тяжелая, а я уже и так нагружен. Не думаю, что я смогу ее долго таскать. Круто! Выглядит как плазма. Ладно, испробую ее. Это боеприпасы к ней? Ну, надеюсь, они герметично закрыты. Так. О, а это что делает? Вот дерьмо! Мне нужно экономить боеприпасы, я не хочу с этим связываться. Твоя лаборатория, твои проблемы. Прощай! Иногда мне интересно, что было бы, если бы я поступил иначе. Молдавский привет вам!